Я не знаю, как на славянском языке, но на русском языке слово «счастье» древние корни такие. «Счастье» означает «сейчас», «те» означает «существование», «счастье» означает «существование сейчас». Если ты веришь, что ты счастлив будешь только после того, как выплатишь ипотеку, а сейчас тебе надо ее выплачивать, значит твоя жизнь не будет счастливой, потому что ты живешь в будущем, а не в настоящем. Что значит жить в будущем? Давайте приведу пример. Допустим, человек едет на работу. Он думает, вот я приеду на работу, тогда буду счастливым, а пока я еду на работу, ничего хорошего. Хорошо, пока ты едешь на работу, ты не живешь. Приехал на работу, вот когда закончу работать, тогда буду счастливым, а сейчас пока ничего хорошего. Хорошо, значит, пока ты работаешь, ты не живёшь. Потом приеду домой, когда после работы, тогда буду счастливым, а сейчас пока нет счастья. Хорошо, тогда ты не живёшь в это время. Приехал домой, у тебя есть силы жить? Нет. Потому что ты не наполняешься, весь день ты истощался, ты ждал, когда будет счастье. Ты не принимал свою поездку на работу, свою работу, свою поездку назад домой, ты не принимал. Ты встречаешь жену, у тебя нет сил с ней общаться даже. И потом человек, который так живёт, он думает, ну что же мне делать? И он садится смотреть телевизор. А что это такое? Это значит жить не своей жизнью. Ну то есть он садится и смотрит фильм, где ему показывают чужое счастье. И даже в это время он не может быть счастливым, потому что он уже привык так жить, и он ждёт, когда же там всё получится у них. Вот он два часа смотрит телевизор, ждёт, когда всё получится. Там всё получилось, потом он пошёл спать. То есть счастья не дождался. И так далее, и так вся жизнь, понимаете? И человек истощается. То есть когда чувство собственного достоинства уходит назад, это называется суета. Есть такая песня. «Жизнь и суета, чится сквозь года, бездны уготовила судьба». То есть если ты в суете живёшь, значит тебе судьба уготовила падения большие. Ну то есть тебе будет очень сложно жить, потому что ты не принимаешь свою жизнь. Будь счастлив в машине, когда ты едешь на работу. Есть много причин. Ну об этом будем позже говорить. Вы скажете, нет причин быть счастливым. Я знаю много причин быть счастливым. И даже когда самолёт трясётся, и ты можешь упасть, тоже есть много причин быть счастливым. В нашем это время. Если хочешь жить. А если не хочешь, тогда, пожалуйста, у тебя тоже есть такой выбор. Чувство собственного достоинства может сместиться влево. У женщины это нормальное явление. Это явление называется «я обиделась». Ну то есть это нормально для женщины. Она иногда, чувство собственного достоинства смещается влево, и она обиделась. У мужчины чувство собственного достоинства может сместиться вправо. Это означает, он пошел на принцип, он не обиделся, он настаёт на своем. Итак, чувство собственного достоинства может уйти вправо у мужчины. Это означает нормально. У женщины чувство собственного достоинства может уйти влево. Это нормально. Но если у мужчины влево, он «Нет, я собой не могу жить». Это ненормально. Ни одна женщина это не примет. Или, допустим, у женщины чувство собственного достоинства уходит вправо, и она ему говорит, сейчас я тебя буду бить. Ну, то есть, ненормально. Ну, то есть, есть вещи, которые мы должны себя ограничивать. Мы не должны так жить, действовать, потому что это разрушает жизнь. Ну, вот, в принципе, и так более-менее вся теория.